я надеюсь что это будет самый комфортный оффроуд в принципе мне все происходящее нравится едем туда короче сейчас конечно не уместно спрашивать а сколько там осталось бензина я предлагаю поехать в обратную сторону там была еще одна дорога ты погоди да и надо кардан снимать потому что поткнется сейчас дорогу достанем залезем да посмотрим нет руку не надо иди ко мне вместе под машины а там как-то вижу крестовина да да там крестовина она выскочила она выскочила и одной нету обоймы я не вижу ее на крестовине но у нас есть шанс откровенно говоря если мы это отвернем и привернем она будет стучать она не выпадет выпадет конечно выпадет конечно выпадет и все равно сделать так чтобы они выпало замотать изолентой у меня она есть у меня там есть эти набор ключей и головок если ты мне их дашь я буду тебе благодарен не нужно погрузку дорогие друзья там вот есть набор ключей и головок вот здесь его на пассажирском сиденье коричневый да да я понял коричневый такой осталось только надеяться что тут на то что здесь не дюйм может быть это же Америка набор пальцы дюймовые ключи пожалуйста дюймовые которые дюймовые там таких нет 8 головочку на 8 с отверточкой с маленькой трещоткой есть хорошая новость есть плохие с какой начать но виски у нас нет это нейтральная новость давай в хорошие мы вместе а я понял а плохая а плохая это дюйм да 9 9 а это дюймовая да великолепно я как чувствовал что надо было у Фердинанди все таки нажать на несколько кнопок которые выпускают баллистические ракеты в сторону Америки как чувствовал но игольчатых подшипников у нас нет мне изоленту принести да а ты думаешь а изоленту намотать на штуках то вставить туда ты это имя сюда что я не буду тоже но просто смотри если нам как-то не ну проволок какую-нибудь вязальную может потому что если мы не сфиксируем крестовину она выпадет опять потому что у нее ответ на этой части нет она выпала где-то по дороге теряется там где иголки должны быть сейчас будем думать откусить предпринимать шаги и действия начало мне нужен молоток нет проблем там в молоток в кофре есть молоток ты прям готовился на выкусил да не говорит так сейчас мы его немножко все-таки русская смекалка творит чудеса выглядит в принципе неплохо вполне алюминия проволочка намотана на эту штуку на какое-то время должно хватить во всяком случае выехать хватит на что он до следующей зимы так может прохать мне кажется ты увеличиваешь износостойкость конструкции но в общем и целом работать должно ну что ж попробуем на проволоке собрали но вариантов нет подъем сейчас капитан попробует да ладно нормально нормально назад поехали перед рукой так блокировки старый капитан блокировки включай братцы вы все прекрасно знаете как я отношусь к часам обратите внимание что у меня в руках это часы радания бельгийский бренд со швейцарскими корнями и бренду кстати более 90 лет середины прошлого века компания активно поддерживает авто и мотоспорт и совмещает свое производство со спортивной тематикой здесь кварцевый механизм корпус и циферблат выполнены из стали даже есть влагозащита есть возможность погружаться на небольшую глубину это очень удобные часы для повседнева стильные красивые и удобные эти часы были приобретены в салоне полтайм у них широчайший ассортимент и опыт работы более 20 лет офлайн магазины находятся в самых крупных городах российской федерации более того есть интернет магазины с доставкой в любую точку россии если вы перейдете по ссылочку в описании я уверяю вы подберете для себя именно те часы которые вам подойдут по стилю по вашему характеру и по вашему бюджету переходите по ссылочку в описании и выбирайте себе качественные часы для повседнева как вы знаете все хорошее когда-нибудь заканчивается а наши приключения продолжаются на самом деле сейчас было принято решение чтобы не так сказать угомонить окончательно кардан капитана сейчас пацаны полигон 98 объедут и прицепит капитана и мы его немножко поддернем мочь конечно несусветная но по счастью ни одного дерева не пострадала поэтому проблем слава богу нет 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 руль прям прямо руль в другую сторону в другую сторону давай крути крути прямо прямо пошел кица он уперся не прокрутить его нет все нормально обошлось обошлось все едем дальше покажите класс федя существует не во благо а вопреки супер техника до лопата я думаю что пригодится предчувствие меня начинает одолевать топор возьми вдруг медведь придет а нам угостить нечем в общем ходили мы туда теперь мы туда поедем предчувствую меня сами понимаете гора штуц привет федя лучший просто лучший федя а чё вы не с нами можно я поближе к тебе короче смысл в том мы попросили саню посмотреть за доджом мы сейчас ездим проверим дорогу и посмотрим что там дальше там все приехали а что там такое да ты что рыба есть море да с нами капитан ничего страшного я вообще не понимаю чего взяли что это ручей тут вон и квадрики ездит и все остальное да я тоже думаю макс ты кипяточишь вообще да тут он как крепко смотри я видел там утята проходили им по колено было отелка то есть она с чем проедет конечно ну . я сцену что-то выложу из машины подожди надеждали не глубоко да здесь никакой здесь не глубоко ковбой да 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 у бой макс трогай я провалился ты понял сейчас сейчас мы все исправим все 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 отлично четко все будет макс вообще жестко все нормально хорошо что же лед крепкий крепкий жесткий смысле никаких трудностей пошел макс пошел родненький а чё случилось провалился ну как-то не сильно а так тут фигня макс дать только не прыгать шаткая почву федя пошел федя пошел саня и я иду к тебе мы не сможем партиру мишнем уже темнеет не нравится мне наше прицепное какое-то оно чахло и помогай короче это займет какое-то время я думаю макс надо вытаскивать все просто все по очереди сейчас федю вытащим потом ковбоя ну там только одно колесо провалилось те три стоят ну в общем да блять а мотор сука ты че сделал в смысле макс дай руку пожалуйста ты что сделал ты что ты мудак понял блю все оформляем ДТП ОСАГО есть как так то блять ты испортил решетку ты испортил чудо Дервейс зачем Игорь Анатольевич че вызывайте гои че 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 ржешь все на хрена ты это сделал на хрена ты это сделал че че на хрена ты блять трос видел где на хуй можно сразу в суд идти у него же дракок а слушай кстати аааа слышите а у нас по моему кузов с рамой сдвинулся смотри смотри вот так как то все ааа да кстати у тебя аккумулятор уехал вперед короче Федя начинает разбираться не ну так то вроде внешне плюс минус все более или менее надеюсь что радиатор не пострадал это пластик господи что за чудо ковбой ну ладно ща будем вытаскивать а на хрена ты газовал то что не догадаться заднюю пытался включить нет не слышно было нет трос кто на хуй цеплял а кто цеплял трос все молчат ему респект на меня не смотри я пострадавшая сторона криворукие блин чё что страховка есть сейчас в тверь позвоним я вообще в машине сидел по телефону разговаривал ты уже здесь был машина не моя я по доверенности саня а кто трос цеплял ты лучше надо было подальше оттащить чтобы еще больше отцепилась чтоб сильнее щелкало чтоб сильнее щелкало и что теперь делать ну чё подъедать оттелка вытаскивать сань подъезжать я предлагаю оттелка и все дальше затолкать упереться в меня макс раз пошло такое такая пьянка это немецкая рама ей 90 лет ну а кузов то уже не 90 ну местами кузов 90 лет короче я надеюсь сейчас Федя не разорвет да нет все нормально да действительно на передаче нет все хорошо нормально он сыграл обратно да он гуттаперчевый да я их не даром так загнул да в принципе и там трудностей особых нет нет повреждений никаких да Федя живи Макс реально один транспакт я тебя покрашу да Макс не расстраивайся а дверь попробуй открыть заднюю дверь замяла Игорь Анатольевич ее только в одном месте замяла ничего страшного когда нам надежду продавали так же говорили Федю кстати тоже все у него опять железная охватка он сейчас пока ее не оторвет не успокоится понятно зажал его все нормально не смотри успокоился все хорошо да ну слушай отойди не стой под ним а то не дай бог опять сейчас поедет сейчас мы вытащим Макса и Анатольевич поедет в полной уверенности я здесь проеду а это цитата напишите ваше предположение в комментариях получится это или нет помните в начале серии а прошлой серии в начале прошлой серии я говорил про упертость это вот она сейчас в действии не ну в принципе шанс есть здесь не глубоко ну вот наверное это еще да ладно я конечно не люблю когда ругаются матом но сейчас это было охуеть вот это было круто ну так ну еще какая тачка здесь круче да конечно ты посмотри как далеко мы уехали огнем что у меня провалился просто я думаю что поставленные задачи выполнены во всяком случае здоровье дороже поэтому я предлагаю сматывать удочки и выбираться в сторону города так или иначе оттопырились хорошо короче все потихонечку на самом деле надо выбираться уже темнеет поехали пожалуйста домой по ходу дела все только начинается а что случилось проводка кратнула а как это мило очень хорошо ну в кавычках конечно вот этот провод кратнул обалдеть сейчас я устраню какой-то провод протерся ну вроде тот а у нас изолент где-то была домой хотел кажется не получится не получится а где изолента где он? изолента у капитана вот он вот он а и все и было столько дыма конечно 24 вольта дымит хорошо двухтактный дизель мать моя женщина а и у нее получается сцепление спереди ничего себе включай а Иван Валевич уехал с изолентой там то и дело все вижу да я только что увидел дескрет где 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 ну там вот протерлись просто провода пообщаемся 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 все нормально? да сейчас я сделаю давай еще разок на секунду только на секунду только сейчас всего лишь 5 ампер разрядки охренеть все сейчас зашкалу все все рубай ну все надо убрать одно крепление проводов ключик на 10 нужен рожковый? ну какой нибудь капитан вовремя уехал но на самом деле фишка в том что капитан ты нас не бросил он просто поехал вперед типа езжай вперед если что да а мы потихонечку сзади знаешь я думал что такое бывает только в кино знаешь в фильмах ужасов типа давайте разделимся поехали за капитана а куда капитан делся? уехал я думаю что солнечные очки уже можно снимать я знаете почему их нашел? они только здесь зеленые а тут то они розовые да мир кажется краще просто потому что на Макса по-другому смотреть просто невозможно отвали я вообще красавчик бензин нельзя это вы не взяли ребята не надо мне предъявлять мы тебе показали переписку у нас все выходные записаны это не мне писали это не мне писали так что отвали подожди кто руководитель у себя в подразделении? ты рыба гниет с головы да вот ты знаешь какие гадости умеешь говорить да а вот там кстати видно на провода берегу что-то сегодня вся техника ломает что-то кроме дирвейса дирвейс он развалился весь уже федя не сломался так я говорю кроме кроме феди никто не ломался точнее все ломают дирвейс дирвейс тоже не сломался он видит он видит дирвейс если дергать то здесь тоже кенгурятник отвалится только его здесь нет правильно потому что нормальных машинок кенгурятников нет потому что это 12-5-1 все отлично давай пятюню пошли в жопу блин два Костя посмотри у прибора который я кручу давай я не вижу что ты крутишь прям у прибора которого нет да ну так а зачем этот не мешает крути держи ее воркалась хливки и шарьки пырялись по новее их хрюкатали и зелюки как мюмзики я понимаю это бензином надышался? ни в коем случае это Алиса зеркальная книга я каждый раз на уфронде когда наступает какая-то жопа все время это цитирую ну потому что именно так и происходит вон мюмзики ну в смысле воркалась хливки и шарьки пырялись по новее их хрюкатали надо точно бак нормальный сделать что-то тебя штырит после не бак действительно ну теперь уже все ходовые испытания можно нормальные колеса и нормальный бак я не вижу больше болтов я какой-то болт держал потому что это вышибает хотя между прочим я потом не вышибала надо просто сделать фиксатор проволочку АТЛ надо купить вот это вещь я придумал надо купить АТЛ сзади сделать погрузочную как на погрузчиках на эвакуаторах лебедку заточил под углом ну че как Макс чуть-чуть просто вот уперся в него хватит имитировать здесь интернета нет здесь связи нет ЛТР ах ты ж сука а что у тебя за вот жди а что у тебя за оператор я не могу вам сказать секрет поговори со мной мальчик друг дай телефон с камеры дай телефон с камеры это очень дорогая информация короче у нас билайн и ешка билайн е горит да у тебя ЛТЕ а что у тебя за оператор я вилл а МТС местами тоже связь да кстати хороший оператор да лучше чем билайн МТС напишите мне МТС напишите мне МТС напишите мне МТС рулит МТС вообще все звонят я на пустяпки делю ну че есть разрядка не очень 7 ампер 7.5 ампер это мало ну по идее нормально ну вроде хорошо значит если это нормально от винта от винта ну подожди да я запущу аккуратно да да о господи готова да 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 включи еще там где-то да 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 еще наверное это же провод то есть он нагрелся и а здесь и да и профигачиваю сейчас его просто от клеммной колодки отсоединим и все идет медведь медведь идет товарищ капитан а ты чё обратно идешь чего делаешь а вы тут одни у тебя изолента нет есть с собой нет прекрасно ты далеко уехал ну вот сколько я шел как тебе звонил это было треть пути застрял нет прекрасно может мне там скучно ну что ж тогда садись я думал может волка встречу понимаешь поговорю от так никого добро пожаловать в федю слушай можно я лучше на отелки поеду а пожалуйста раненько не ездил на легком альтераллическом тягачи у нас очередная остановка видимо завершающий потому что вот элку надо налить воды там радиатор потекает а потекает он сильно поскольку этот элка поэтому то за час литров 20 хороший лед по-другому домой хочешь доказать что мы делаем рыбу ловить мы все только рыбу не ловили все делали и животных то диких кормили хороший такой старик сейчас уже помер наверно ну вот я беру пешню дома и дуб рубить прорубь рублю рублю рубли рубли лет семь-восемь рублю хренакс ну пешня естественно ушла я начну иду к соседу который борис римеич дай пешню он мне дает пешню а твоя где я говорю так я свою уже утопил пошел прорубил мне просто сейчас хватит до машина давай еще или пошла водиться прям как какой-то сейчас щука вылезет да 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 желание будешь загадывать я бы загадал когда мы домой поедем когда мы домой поедем на это по макс никогда да 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 он медведь идет торчат сюда торчат да не видно жестко торчат так мягко не назвать конечно потар чего да не так лишь вопиющие я бы сказал провоцирующих тепленькая пошла военная техника да конечно что там искрит они вас дирвейс там что-то искрит опять искрит а еще четко ротит это был тоже плюс у нас основной косу скоро поедем домой да уже все уже можно не ехать уже все короче я выражаю огромный респект пацанам с канала полигон 98 ссылочка будет в описании ну и конечно валгутс кастом ссылочка там вообще выебито выебито как говорится пещерные люди хотя ты этого и не заслужил никакой вы ссылочки не будет и ты пошел пошли вы все ну все изолента нашлась слава богу только не кармическая черная ну ничего страшного ничего страшного то есть у нас конечно надо брать синюю да но на базе на синюю поменяют так все нормально будет надеюсь поехали домой поехали домой мы возвращаемся капитана время от времени стаскивает кюветы но пока надо сказать дирвейс ковбой справляется и тащит его потому что передний мост от ключа не работает вот и дождь едет только на заднем мосту поскольку сейчас уже очень поздно и темно значит пацаны полигон 98 большой респект согласились приютить Фердинанда у себя потому что сейчас вызывают эвакуатор пока он приедет туда-сюда пройдет очень много времени поэтому мы разделились они поехали в одну сторону леса вот прицепили его ктл то есть они дают сто процентов мы в другую сторону пытаемся выбраться приключения короче продолжаются максимально как то так ёпта не стащила бы но надо сказать здесь весьма кайфово мне нравится здесь ехать стаскивает зараза давай макс 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 давай тащи все нормально настоящее мужчинские приключения я сейчас очень романтический я хотел сказать что я сейчас очень романтический вспоминаю бигфута все таки очень тяжело снимать когда в одной руке камера в другой фонарик тем не менее мы поехали а а чё мы уже приехали да товарищ капитан у меня к вам просьба пожалуйста в следующий раз предупреждайте когда топоры сюда складываете могло случиться непоправимое так у меня лопаты здесь лежат для него не поправимого я по другой не смотря на то что там уже двое детей но все таки тут могли быть какие то метаморфозы я на самом деле так уработался ты как в следующий раз баллоны будешь прикручивать пожалуйста подрезай болты это очень важно так или иначе я искренне считаю что фердинанд доказал своими редукторами своими раздаткой федер своей раздаткой своей понижайкой что он достоин более светлой и лучшей жизни и уж более того он доказал свое превосходство над гирвейсом предлагаешь сжечь гирвейс гирвейс где Фердинанда Игорь Анатольевич вначале хотел все таки сжечь Фердинанда но потом понял что Фердинанд все таки великая техника потому что он Федя Апелевич Апелевич тем не менее но что я могу сказать все мы очень устали некоторые еще и пострадали подписывайтесь на канал ставьте лайки обязательно комментируйте всем пока и а а и и и и пар и и и Продолжение следует...